Новая серия приключений наших хищников и травоядных. На этот раз решили убрать поля из предыдущей серии, потому что они показали себя как не очень интересная механика, ну, либо мы не очень долго тренировали наших подопечных, и выглядело всё довольно скучно. Решили добавить идею, которая обитала давно, но оказалось, ну, такое, не очень интересное. Но всё же решили добавить. Короче, теперь хищники могут увидеть друг друга. Повторюсь, как у нас всё развивалось. Раньше у нас хищники видели только дичь, а дичь видела только хищников. Потом мы сделали так, чтобы дичь она смогла видеть и хищников, и своих собратьев, и это сильно повлияло на симуляцию. После этого у нас дичь стала избегать друг друга, таким образом, чтобы их не съедали прям целым стадом. Из-за этого они стали выживать дольше. Теперь мы решили добавить, чтобы хищники также видели друг друга. Изначально я прогнозировал, что это, ну, никак не повлияет на симуляцию. Первые много поколений хищники учились различать, различать, нужно ли им что-то делать с этой информацией, что вот он бежит и виден другого хищника. Ну да, естественно, они тоже там гонялись друг за другом, они пытались запекать друг друга, всячески эволюционировали, понимали, какая стратегия будет лучше для них. В итоге, через какое-то время, они, ну, так выглядело, наверное, так и было, они научились игнорировать тот факт, что они видят своих, и сфокусировались на том, что они могут видеть дичь, и это все, что им нужно. В дальнейшем, когда прошло еще, ну, наверное, час симуляции, стало наблюдаться интересное поведение, и хищники, когда вдвоем бегут за одной и той же дичью, иногда один из них разворачивается, вот как сейчас, кстати, было, для того, чтобы попытать счастье в другом месте. То есть, вероятно, в некоторых ситуациях они видят, что другой хищник, его конкурент, скорее всего, поймает дичь быстрее, чем он. Поэтому он разворачивается и ищет другую дичь. Таким образом, они стали распределяться между целями. Так, так. Ну да, здесь, конечно, в этом поведении еще сложно увидеть. В следующем раунде надо еще посмотреть. Так, бегут втроем. Да, иногда они все равно бегут всей толпой, потому что они думают, что каждый из них думает, что он поймает эту дичь. бедняжка. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас вместе с другим бежал за дичью, затем решил сменить курс, понял, что он не догонит. Но когда другой хищник помер, он поменял курс обратно. Да, интересно, конечно, что было бы еще через пару часов в симуляции, но опять же на это нет времени. Надо уже смотреть шумачок. Классные чувачки, да? Да, вообще шикарно, я тащу с них. Так, все, последний раунд смотрим. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нет, чуваки, не подписывайтесь. Не надо, спасибо. Не, можете, конечно, подписаться, это ваше право. Но это просто рандомные эксперименты. Фактически отсылаю их, там парит человек и все. Ну и сам иногда буду пересматривать. С утра интересно посмотреть, что с вечерним интервью. Вон, все, этот раунд последний. Смотрите, да, давайте. Вот он, я же показываю вам. Гонитесь за ним, насмехайтесь. Ха-ха-ха, я выжил. Я самый главный зеленый чувачок здесь. Ты слишком неред. Ну ладно, ты победил. Все, конец.